Привет всем! Данный каст посвящен обзору книжки Рола Томасы «Рациональный мужчина». Я ее, наконец, закончил и готов высказаться. Хотя, честно говоря, мнение у меня сложилось уже где-то к середине книги и после этого только крепло. Книга «Рациональный мужчина» — это, по сути, сжатый материал с нескольких лет обмена мнениями на специализированных форумах. В итоге автор все это скомпилировал, как мог систематизировал, привел более-менее в порядок, выстроил в цепочку и оформил в виде бумажной копии. Данная книга была издана аж в 2013 году. С тех пор Рола Томасы выпустил еще два тома продолжений, отзывы про которые противоречивые, скажем так, по-моему, в 2015 и 2017 году соответственно. Рола Томасы — частый гость на разных интервью и кастах в ютюбе. Последнее время он много раз появлялся у хозяина замечательного канала «Interpreneurs in Cars» и, наверное, еще появится там не раз. Вставляю ссылку, посмотрите. Отношения зрителей к нему сейчас сложные. Как я понял, он женат, причем женат официально, что многие логично ставят ему в упрек. Дальше будет мое личное мнение, совершенно субъективное. Я скажу, что к безусловным достоинствам книги можно отнести то, что она является очень качественным, добротным, совершенно цензурным, взвешенным введением в тему красной таблетки. Если человек никогда раньше не касался этой темы вообще и ему нужно войти в нее с нуля, то было бы, конечно, крайне желательно, чтобы он вступал в эту тему не через антибобизм или как это называется там, а через книжку подобную вот этой. Потому что хоть в ней присутствуют нотки некоторого там гнева или обиды, но они почти невуловимы. В этом смысле книга очень взвешена, отточена. В ней нет ни пренебрежения, никаких оскорблений. Просто такая, как бы, констатация фактов. Введение в окружающую действительность для тех, кто по каким-то причинам до сих пор ее не осознавал. Я бы даже сказал в чем-то излишне рационально изложенный материал. Ролло проводит нас через все основные элементы современной межполовой динамики, начиная с выбора потенциальных партнеров и заканчивая возможными последствиями развода. Хотя основная часть книги, центральная, крутится все-таки вокруг активного межполового общения, в основном, естественно, вокруг сексуальной темы. То есть выбор, знакомство, динамика отношений, правила поведения в отношениях. Ролло ввел много интересных терминов, которых до этого не существовало. Активно использует аббревиатуры, которые перетекли с того самого форма, материалы с которого были использованы для создания книги. Просто для примера, один из терминов, который ввел Ролло — oneitis. Oneitis — это по-английски звучит как заболевание, образованное от корня одна, единственное. То есть когда мужчина думает про женщину в терминах «она единственная», «она та самая». Жесткий посыл Ролло, что нет никаких тех самых, нет никаких единственных, их всегда много, их всегда есть выбор. Переводчику придется постараться, чтобы придумать адекватный перевод таких терминов. Например, можно сказать «тасамизм» от словосочетания «та самая», но «тасамизм» звучит как-то очень... Там слышится «самец». Можно сказать «единственневизм», например. У этого молодого человека острый случай единственневизма. Ему срочно нужна помощь. В целом, за систематичность и понятность изложения я поставлю этой книге твердую четыре по пятибалльной шкале. Почему не пять? Потому что почти всю книгу Ролло просто одержимо проводит линию того, что он называет «plate spinning». По смыслу это означает поддержание нескольких постоянных, активных отношений одновременно. То есть у мужчины несколько женщин, какие-то из них выпадают по разным причинам, и он их пополняет, так сказать, на орбите вокруг себя. Это чисто мое личное мнение, но я вижу несколько существенных минусов в такой логике. Я понимаю, что человек, который долго жил тем, кого он называет AFC, Average Frustrated Champ, средний фрустрированный чувак, может захотеть себя повести так, как голодный турист на швейцком столе на завтраке. То есть напихать в себя всего, много, разного, всякого, просто чтобы попробовать. И возможно, даже один-два раза это и неплохо. Но к здоровому питанию в перспективе это имеет малое отношение. Его основной посыл в том, что таким образом мужчина постоянно поддерживает, во-первых, собственную самооценку, и эта его самооценка частично прямо, частично косвенно транслируется на женщин вокруг. То есть они понимают, что перед ними мужчина, которого ничто не держит, который может расстаться в любой момент. Что отсылает к касту Виктории Исаевой, которую я уже разбирал. Это и там звучало очень странно, и у ролл-атомация, на мой вкус, звучит тоже очень странно. Я вижу противоречие в том, что высокая самооценка мужчины базируется на том, крутится ли вокруг него несколько женщин. Какой-то краткий момент, когда это интересно, может быть, это и оправданно, в этом есть какой-то смысл. Но вообще-то в перспективе опора у мужчин должна быть своя собственная, внутри. Женщины, это так, одна она или несколько, это неважно, они просто находятся вокруг и не несут на себе, так сказать, несущей функции. Это не несущие стены, не несущая опора. То есть, по сути, у человека во многом внешний локус. Во-вторых, такой подход ограничивает степень глубины, которые можно иметь с небольшим количеством женщин, там, с одной или двумя. Я не знаю, сколько тарелок одновременно крутил роллы максимум, но если говорить о том, что я называю отличным сексом, ссылаюсь в углу, я не уверен, что даже с двумя можно поддерживать такую амплитуду. Если тут можно привести аналогию с танго, то три, пять и даже десять посредственных партнерш не заменят одной продвинутой. И только с ней получится станцевать что-то действительно интересное и серьезное. И, конечно, отсутствие дальней перспективы. Но тут я не записываю это в минус книги, так что это в оценке баллов не участвует. Скажем так, книга хорошо описывает основную часть женщин и основную часть мужчин. Но понятно, что обычный человек этим довольно быстро насытится и присытится. И встанет вопрос, что делать дальше. И на этот вопрос книга ничего не предлагает. Но это и не является темой книги. Возможно, роллы раскрыл этот вопрос в следующих томах. Не знаю, посмотрим. Потому что в своей личной жизни, судя по всему, он прошел дальше этой фазы, иначе бы у него не было таких длительных отношений устойчивых. Но это фаза, которая логично наступает после. Чтобы попасть в эту точку, нужно пройти то, что он описал. Пусть даже и быстро пройти. Так что, в общем-то, жаль, что этой книги нет на русском языке. В связи с чем возникает вопрос, на который приглашаю порассуждать в комментариях. Как вы считаете, по этой книге и по подобным книгам из этой же области имеет смысл открыть сбор средств, купить лицензию, организовать перевод и издание небольшого тиража? Последний раз я давно про такое узнавал. Сейчас пальцем в небо скажу, что речь идет про 150-200 тысяч, наверное. Если бы набралось, скажем, хотя бы 500 человек, которые фактически заплатили бы за книгу вперед, то можно было бы каждому из них гарантировать копию, просто в рамках процесса на каком-нибудь бум-стартере или подобном ему. В общем, подводя черту, отличная книга для тех, кто хочет войти в тему, не переполняя себя гневом. Для тех, кто в теме уже давно, скорее всего, ничего особенно нового для себя не узнает. Я увидел, например, целые куски текста, которые очень сильно похожи на мою собственную книжку в некоторых частях. Взять ту же контрацепцию. Стратегии выбора партнеров очень глубоко раскрыты у Робина Бейкера, гораздо глубже. Но это неважно. Книга все равно отличное введение. Быстро проходится почти по всем аспектам. Ну, кроме вещей типа раздела детей, алиментов и так далее, это не входит в сферу книги. Как собственный брак вообще. Так что, кто читает или слушает по-английски, приятного чтения и прослушивания. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok